Полоцкое кадетское училище на верхнем замке будет включать в себя несколько зданий. Сейчас работы по реконструкции ведутся на каждом из них. Стоит отметить, что уже освоено около 80% выделенных средств на этот год. На данный момент в учебном корпусе выполнены демонтажные работы. В одном из зданий будущих общежитий – устройство стропильной системы и ряд отделочных работ. В другом – усиление стен. По зданию Центра военной подготовки выполнены работы по сносу пристройки и возведению новой. В этом здании выполнена работа по устройству монолитного перекрытия и устройству стропильной системы. На данный момент планируется по Центру военной подготовки закончить работу по устройству монолитного перекрытия по пристройке и устройству стропильной системы. В здании пищеблока выполнены работы по сносу и демонтажу. Сейчас ведутся работы по селению фундамента. В спортблоке часть работ выполнена. В ближайшее время в этом здании будут трудиться археологи. Самая основная сложность это то, что данный объект находится на территории верхнего замка, где культурный слой составляет от 2 до 6 метров и в соответствии с этим приходится все работы выполнять в присутствии археологов, что тоже влияет на сроки строительства и на подход к делу созидания. Кстати, вот последние находки археологов на верхнем замке. Поясная пряжка 10 или 11 века, перстень 12 века, скорее всего серебряная бляшка деловного убора, а также еще один перстень, который был изготовлен по образцу оригинала. И такие артефакты археологи находят постоянно, как только начинали работать на объекте с конца прошлого года. За это время у нас более 100 так называемых индивидуальных находок. Это находки, которые представляют особую ценность. Это изделия из цветных металлов, из черных металлов, украшения, вооружения и так далее. И больше уже, наверное, тысячи находок так называемых массовых, которые включают керамические изделия, горшки, плинфу древний кирпич, ну и так далее. Кроме этого, в земле обнаружили остатки храма 12 века. Теперь здесь проведут полные археологические раскопки, после чего объект планируют модифицировать. Пока работы здесь не проводят. Есть и неожиданные находки. Внутри пищеблока под стеной начала 20 века обнаружены деревянные срубы конструкций, которые датируются концом 17-го, начала 19-го века. Это три сруба. Один, вероятнее всего, подклет, то есть нижняя часть, хозяйственное сооружение. И колодец, и два колодца. Они четко датируются по монетам, которые были обнаружены в ходе изучения культурного слоя внутри этих построек. В настоящее время постройки эти аккуратно разобраны и переданы на хранение в Национальный полоцкий историко-культурный музей-заповедник. И после консервации, возможно, они займут место в экспозиции. Стоит отметить, что все археологические находки описываются, шифруются и передаются в Институт истории Национальной академии наук для дальнейшей фиксации. Возможно, после их вернут в Полоцк. И эти артефакты пополнят коллекции Национального полоцкого музея-заповедника.